Вы, наверное, не понимаете, но я-то знаю, как раскручивается ТВ-звезда. Один вариант. Не спеша и потихонечку, работая грамотно, и через 18 лет тебя смотрят. Другой вариант. Дикий виск, надубанные сенсации, полное дребедень, и это НТВ, ОРТ и РТР. Есть еще и Пятница. Я вообще ее не смотрю, но там есть типа Ревизор. По сути событий, да и вообще, наговнякать можно каждому. Уж поверьте мне, я-то с 23-летним стажем работы на ТВ знаю, как это делать. Хотя вы тоже видите, если смотрите западные каналы. Мы говорим правду, они мудилы. Зачем таких мудил на наш ТВ пускать, я не понимаю. Вы знаете, у меня тоже проблемка, да? Я езжу не только по стране, я езжу по зарубежным командировкам, да? Смотрю, где как лечится. И если честно, я даже приезжаю в Екатеринбург, приезжаю в другие места, Москва, там, Санкт-Петербург, да? Когда я захожу в детскую поликлинику, детскую больницу, я не вижу такого удовольствия. Я сюда захожу, все красиво. Дети должны получать удовольствие. Все расписано, понимаете? Вот это какой-то немножко другой подход к жизни. Я прекрасно понимаю, что в любом месте мы можем что-то делать, ну, как вы прекрасно понимаете, немножко так колбасануть, да? Но здесь я вижу, что это гораздо красивее. Вы знаете, я не могу сказать, что у нас везде одинаково. У нас есть отделение в стационаре, которое действительно хочется показать, и испытываешь большое удовлетворение от того, что люди там работают, и им приятно это, и пациенты, которые приходят, и мамы, которые лежат по уходу. Им там все нравится, потому что там красиво, там отремонтировано. Это те отделения, которые отремонтированы, вот три инфекционных отделения в прошлом году. Это те отделения, которые ремонтируются каждый год, потому что это предписано санитарными правилами. Но у нас есть действительно много проблем, связанных с улучшением условий пребывания пациентов. Но я думаю, решение этих проблем мы продолжим. И уже сейчас, вот наступивший 2018 год, он начался с того, и мы сейчас заняты тем, чтобы составляем, у нас уже есть, собственно, сметы на проведение ремонта в третьей поликлинике Погрязнова, 47, в многопрофильном стационаре, хирургическое отделение. Поэтому мы это продолжим. И я думаю, что не хочется надеяться, что население это оценит. И мы сами, прежде всего, будем довольны тем, что условия оказания медицинской помощи, они значительно улучшатся. Вы мне не рассказываете сказки. Конечно, когда у моего сына слетает организм, я тоже, мягко говоря, становлюсь безбашенным. Но я знаю результат. Где лучше? Лучше для меня и это лучшая клиника, и это Магнитогорск. И только тот центр, и та самая больница на Суворово-100. Я здесь лечился неоднократно. Я смотрю и вижу грамотных специалистов большего, чем мой возраст. Они бы уже на пенсию собрались. Но кто будет лечить наших детей? Кто? Они и лечат. Я прекрасно понимаю, что у вас в большинстве своем персонал еще Советского Союза. И поэтому, когда я веду своего ребенка, когда я всем объясняю, я говорю, лучший вариант это все-таки идти в детскую больницу. Потому что это вкуснее. Еще, конечно, мы не можем судить и не можем понять, что рано или поздно молодой человек придет. Молодой человек должен как минимум 10 лет работать. Есть ли возможность, пока еще сохранив тот самый персонал, работать с детьми качественно? Вы знаете, государство обращает очень большое внимание на здравоохранение в целом. И на здравоохранение в том числе и города Магнитогорска. Примером тому является национальный проект здоровья, который у нас работал с 2006 года. Затем программа модернизации, в рамках которой мы получали оборудование, проводили ремонты. Программа развития здравоохранения до 2020 года и по Российской Федерации такая же программа принята в Челябинской области. У нас существует в городе программа тоже развития здравоохранения. И в рамках этой программы мы действительно получаем, всегда получали, пусть небольшую, но финансированность. 2017 год – особенный год. И мы действительно имеем реальную помощь в плане выделения средств на наши нужды. И прежде всего на выполнение капитальных ремонтов, на приобретение мебели медицинской, на приобретение медицинского оборудования. Это то, что действительно обеспечивает качество и доступность. И поэтому сказать, что вот сейчас, выполнив вот эти вот мероприятия в 2017 году, мы сделали все? Нет, конечно. У нас также, как и у многих, есть много-много проблем. Проблемы кадровые. У нас на сегодняшний день более 70% врачей и среднего медицинского персонала – это люди, которые имеют стаж работы более 25 лет. Приток молодых кадров, он есть, он небольшой. Ну вот в прошлом году у нас пришло три молодых врача, в 2016 году еще три. Все они на сегодняшний день получили служебное жилье, чему очень довольны и чем очень довольны и благодарны администрации города Магнитогорска, потому что она, прежде всего, решает эти вопросы. Теперь вопрос-то простой – выживаемость. Да, господа, если бы наши перцы не выживали, у нас была бы жопа. Но, извините, Магнитогорск живет и здравствует, потому что фактор крут. Мы на передовых позициях в стране, другого варианта нет. К слову о том, что всегда в больнице используются новинки, всегда, и результат высокий. Значимость того, что делают медицинские работники в целом и третьей детской больнице, она очень высокая. Она очень высокая хотя бы потому, что мы помогаем людям, мы помогаем больным детям, мы имеем в городе низкие показатели младенческой смертности, и роль третьей детской больницы здесь очень-очень велика. Эти показатели, кстати, ниже и чем по Челябинской области, и по Российской Федерации. У нас низкие показатели детской инвалидности. Но вот центр реабилитации – это то место, которое тоже внесло свой вклад именно в формирование таких показателей. Конечно, вы тоже самое что-то новое придумываете. Что у вас новое сейчас есть? И к чему вы идете в ближайшем будущем? Вот новое – это то, о чем я сказала. Прежде всего, открытая поликлиника. Я повторяю, это технология, которая предполагает с одной стороны вот эти вот условия, а с другой стороны еще и очень важный вопрос – это уйти от очередей в поликлинике. Значит, сейчас доступно записаться по телефону к врачу, записаться по интернету, получить направление на прием к специалисту или на какое-то параклиническое исследование в кабинете врача-педиатра, потому что талон и запись будут осуществлены непосредственно на приеме. То есть вот эти вот технологии – это действительно ново и позволило нам уйти от тех очередей, которые были в регистратуру. Вот сейчас мы приходим в регистратуру. Вот я прихожу в регистратуру в третью поликлинику. Вот такая же система, как мы видим здесь. Вы знаете, довольны пациенты тем, что их принимают. Они могут сесть на стол, они могут положить куда-то свою сумку, они могут посадить ребенка на коленочки. То есть вот эта комфортность определяет их в целом настрой позитивный и, соответственно, это профилактирует возникновение каких-то претензий. Вы знаете, на телевидении два варианта работы. Один тупорылый, типа я крутой, а все остальные нет. И правильный. Как я работаю? Я показываю результат. А результат он и. Я лечу своего сына в острых случаях только здесь. Мы действительно не стоим на месте, мы действительно движемся, мы действительно думаем о том, что с одной стороны качество и доступность оказания медицинской помощи, а с другой стороны условия, при которых эта помощь оказывается. И мы, соответственно, создаем эти условия. И вот вы видите сейчас вот эту регистратуру, которую мы создали буквально в конце прошлого года. И она уже работает. И я еще хотела бы вам показать в целом центр. И я думаю, что у вас будет возможность спросить родителей, спросить пациентов, которые сейчас находятся в этом центре, насколько их удовлетворяет то, чем пользуются они сегодня, и то, что доступно для каждого из тех, кто приходит, переступает порог этого подразделения. Сегодня мы не будем говорить, но суть событий проста. Магнитогорск реально круче по выживаемости наших солопедов. И мы по сути равняемся на столицу нашего государства. Почему мы сюда пришли? Ну мы сюда пришли на реабилитацию. У нас очень сложный перелом локтевого сустава, поэтому мы здесь. Хорошо получается реабилитация? Очень, очень, правда. Результаты видны прям вот здесь уже действительно лицо. У нас ручка не сгибалась, не разгибалась сейчас, мы уже почти ее установили. Ощущения очень даже такие положительные, не могу его отсюда даже вытащить. То есть он специально мне говорит, давай, мам, приедем пораньше, чтобы я побольше поплавал. И получается? Получается. Вообще хорошо, что здесь такая штука существует? Конечно, конечно. То есть будем говорить о том, что в принципе мы будем думаем о том, что с ребенком сейчас немножко другое отношение, чем было лет 10-15 назад. Да, более внимательно. И это сказывается на динамике, динамика на лицо. То есть вот мы второй сезон уже сюда ходим, у нас пропали судороги. У нас в нижних конечностях были судороги. И сейчас они пропали. То бишь все совсем по-другому. Мы в нашем городе работаем лучше, чем в 80% территории России. И говорить про нас Бяку я бы не советовал. Да, мы работаем на перспективу. И она у нас есть. Как вам здесь хорошо? Очень. Очень хорошо. Нравится? Очень. Все здорово. То есть все хорошо, да? Все хорошо. Все устраивает. Ремонт отличный. Все замечательно. Персонал очень хорошо обслуживает. То есть можно сказать, что и вы отдыхаете вместе? Да, да. Все помогают, все объясняют, все процедуры делают. Общение великолепное. Все круто. Спасибо. 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 Спасибо.